итак сегодня прямой эфир я начинаю снова посвящен роду и предкам первый эфир слетел на том моменте когда я рассказывала о неупокойных душах когда я рассказывала что в каждом роду есть неупокоенные души и это вот этот момент то что эфир слетел это говорит о том что это какой-то очень важный важный момент чья-то душа видимо уже сейчас пришла попросить о помощи ну раз уж так случилось тогда я вам вкратце расскажу когда кто-то умирает в семье вот это вот горе вот это беда которая приходит все очень сильно переживают знаете самое большое переживание у нас связано с тем что мы не знаем как душе помочь мы очень скучаем и переживаем мы молимся мы просим бога о том чтобы упокоилась душа но куда она попадет мы не знаем мы не можем у нее спросить а как тебе там а что с тобой там происходит чем я могу тебе помочь как я могу тебе помочь и вот это переживание вот это вот боль Мы практически несем ее через всю жизнь и часто виним себя в том, что мы не смогли что-то сделать, мы не смогли помочь человеку, когда он умирал, не подозревая о том, что это его выбор. Но если бы эта душа сказала нам, у меня все хорошо, не беспокойтесь за меня, у меня все хорошо, мы были бы спокойными и нам было бы легко это пережить. И вот май месяц как раз тот самый май, когда работать хорошо с предками, потому что мы все к 9 мая будем вспоминать и поминать и будем ездить, поедем на кладбище. И дальше у нас как раз родительский день приходится на 3 мая, и конечно мы все будем вспоминать своих родных и близких. И в каждом роду есть те люди, те души, которые остались неупокойные, которые остались мытарями, которые остались без, ну просто где-то как заблудшие души, где они бы хотели обрести покой, но они могли просто не понимать, что с ними произошло. Они могли просто оказаться привязанными к своей земной жизни, они могли быть просто исключенными из своего рода по каким-то причинам. У каждого рода своя какая-то история. И вот 2 мая мы как раз будем работать с этими неупокойными душами. Пожалуйста, не пугайтесь, вот то, что там допустим мы будем с душами какую-то магию вершить, нет. Мы будем работать с вами с мыслеформами. Мыслеформы это обращение, молитва. Мыслеформы бывают разных видов. Бывают исцеляющие, бывают восстанавливающие, активизирующие какие-то процессы. Например, процессы исцеления, процессы восстановления каких-то функций, органов. И вот мои курсы, они все проходят с работой с мыслеформами. Как это происходит? Сначала я делаю диагностику, что не так. И вот май месяц будет посвящен роду и предкам, что не так. По каким признакам можно понять, что что-то не так? Когда вырождается род, что это значит? Когда в роду бесплодие, то есть когда, например, женщина не может забеременеть. Когда мужчина, возможно, не несет, не может оплодотворить свою женщину, то есть не получается зачатие. Когда в роду рождаются одни девочки, это говорит о том, что мужская линия рода не продолжается. Когда в роду появляются алкоголики, наркоманы, люди с какими-то зависимостями. Когда в роду много наследственных, даже не то, чтобы много, есть какие-то наследственные, неизлечимые заболевания. Когда онкология идет из поколения в поколение. Когда какие-то другие болезни, связанные с суставами, с костями, с сердцем, с сосудами, с чем угодно. То есть те болезни, которые передаются по наследству, это тоже как негативные программы, которые формируют судьбу рода. И когда наши предки нездоровы, нужно понять почему. У каждой болезни есть какая-то причина. И нужно эту причину просто вычислить и с ней поработать. Это то же самое, как мы идем в церковь и молимся. Молимся за свой род. Отмаливаем какие-то грехи. И вот по сути те проблемы, те негативные какие-то сценарии, которые есть в наших родах, в наших предках, это тоже, они тоже основаны по сути на этих грехах. А грехи какие? И убийство, и самоубийство, и зависть, и та же магия, и измены, и неверность, и предательство. Все что угодно. Я вначале делаю диагностику группы. Вот мы какой группой соберемся, по ней будет идти диагностика. Просто какой-то набор абстрактных причин. Это не для нас. Мы будем работать с конкретной группой, которая у нас соберется. Сначала будем делать диагностику причин, и делать это делаю я, и составляю мыслеформу, записываю на аудио и отправляю в группу. Вам остается только прослушать эту мыслеформу и наблюдать за собой. Времени на это требуется, как правило, 10-15 минут, не больше. И в этот раз мы будем работать немножко по-другому. Мы будем не утром слушать эти мыслеформы, а на ночь, перед сном. И кому захочется, тот еще может переслушивать утром. Первые три дня я даю бесплатно. Для чего? Ну бесплатно, безоплатно, как хотите. Кто-то, если вот боится, вот это бесплатно, ну давайте тоже вот эти смыслы не будем подменять. Это нет смысла тратить на это свою энергию, силу. Я это делаю от себя в подарок для того, чтобы те, кто впервые, могли попробовать. Подходит метод, не подходит. Надо, не надо. Может быть, не откликается вообще, не хочется, это не мое. Вы можете зайти три дня и это понять. Для тех, у кого с финансами сложно. Но помощь нужна. Три дня первых, они, как правило, такой самый концентрат и самые, может быть, будут непростые. Вообще весь курс, скорее всего, майский, будет непростым. Немножко станет легче в курсе, который пройдет в июне. Но май будем работать с предками, со своим родом. Вот с этими негативными родовыми программами, которые приводят нас к каким-то неудачам. Возможно, к безбрачию. Возможно, к тому, что мы проходим постоянно какие-то одни и те же уроки. И уже хотелось бы освободиться. И сейчас время такое пришло, когда мы можем это сделать. Итак, первый из бесплатных дней будем работать с негативной судьбой рода, с неупокоенными душами. Будем убирать те причины, которые препятствуют душе упокоиться. Души у нас бывают самые разные, которые неупокойные. Это могут быть и заблудшие души. Это могут быть и души мытарей. Души, которые где-то застряли в каких-то пространствах. И дают нам какие-то сигналы, что им нужна помощь. Или у нас душа о них болит. Потому что на уровне души мы знаем, что что-то не так. И мы, убирая причины их мытарств, даем возможность им упокоиться и уйти в те места, которые предназначены им Богом. Либо на реинкарнацию, либо на какие-то другие прохождения дальше своего развития. И вот первый день будем работать с этим. 3 мая — это тоже бесплатный день. Будем работать с блокировкой родовых энергий. Это вот как раз о том, когда сила рода, когда энергия рода, когда процветание, когда благополучие, когда мы знаем, что за нами род, целый род. Как мы себя чувствуем? Вот как я сейчас остро ощущаю ту радость и удовольствие от общения со своими родственниками? Вот приезжал брат двоюродный на прошлой неделе. Мы прекрасно провели время. Поехали к другой сестре. Приехала тетушка. Мы все собрались. Мы все вместе провели время. Мы просто обменялись. Мы просто вместе побыли. Это уже такое счастье. Все мы живем по разным городам и даже странам. Но как важно понимать и чувствовать своих родственников. Как важно понимать, что мы не одиноки. Да, у нас есть Бог. Да, у нас есть друзья. У нас есть дети, знакомые, работа, еще что-то. Но то, что родные, это совсем другое. Кровь не вода. Это совсем другие ощущения. И нам так важно чувствовать вот эту силу рода, связь с родом. Но если по роду идут какие-то негативные энергии, то, конечно, мы где-то их хотим заблокировать. Но так как мы с вами в первый день будем работать с этими негативными программами, из-за которых из поколения в поколение передается совсем не то, что дано нам по праву рождения, а именно не радость, не счастье, не удовольствие, а какие-то бесконечные испытания, бесконечные какие-то события, которые приводят к трагедиям, к рождению больных детей, не хочется говорить какие-то страхи, я не хочу никого запугивать. Но надо тоже понимать и объективно смотреть на эти события. И уберем эти все блокировки. Уберем, во-первых, все причины, почему эти блокировки возникли. И восстановим ауру рода. Потому что аура есть, да, есть у нас, да, вот наша оболочка энергетическая, но у всего рода есть эта оболочка. И род — это тоже как целый огромный эгрегор, который хранит нас, помогает нам, но в то же время может нас наоборот лишать сил нашу судьбу строить совсем не так, как бы мы хотели. И, может быть, это для того, чтобы мы обратили туда внимание и помогли предкам. Я вот когда стала работать с родом, это тоже пришло не сразу. Вот из всех моих 17 лет практики я тоже к этому пришла со временем. Я поняла, что так как я работаю с собой, со своим здоровьем, я точно так же могу работать с родом. Вот в целом весь род брать. И мы активизируем ауру по линии жизни души всего рода. А род, вот эта линия жизни души — это энергия, это радость жизни, это возрождение каких-то душ, которые, возможно, сейчас где-то в зонах матарских прибывают. И им надо оттуда освободиться, а им не хватает энергии. И мы всем родом можем помочь, всем родом человеческим. Сейчас весь род человеческий, страдает и переносит такие какие-то перестройки. И очень многие вовлечены вот в эти все переживания, потому что существует память рода. Вот эта война, которая была, которую мы готовимся в мае, будем вспоминать тех, кто погиб на этой войне. Я думаю, что в этом году это будет особо остро. И надо помочь своему роду исцелить эти раны военные, чтобы не было больше резонансов, чтобы не было больше, не повторилось никогда. Как Иисус Христос пришел ради нас, прожил такие испытания, чтобы нам не пришлось это делать. И наши деды, и наши бабушки, которые гибли во время Отечественной войны, ради того, чтобы мы тоже больше этого не пережили. Но не из-за того, что мы помнили, как это плохо, а из-за того, что мы жили в любви и благоденствии. И 4 мая будем работать с негативной информацией рода, с торсионными полями. Торсионные поля – это поля информации. И негативная информация, она тоже может из поколения в поколение передаваться. Вот, допустим, если мы не знаем о каких-то заболеваниях, если мы не знаем о каких-то сложностях, то мы можем… Они в нашем поле как бы и не присутствуют. Но когда на уровне информации мы друг другу рассказываем какие-то страшные истории, то это тоже формирует наше торсионное поле, которое потом как магнит притягивает вот эти неприятности. Вот с этим всем будем работать первые три дня. То есть 2, 3, 4 мая – бесплатно. Будем работать с мыслеформами. От вас требуется всего лишь, если вы хотите вот эти три дня попробовать, перейти по ссылке-приглашению, я размещу под этим видео. И в трех последующих днях, то есть завтра, послезавтра и после-послезавтра, буду размещать посты, с которых будет ссылка на группу. По ссылке в Телеграм переходите. И 3 мая в течение дня я пришлю вам аудиозапись мыслеформ. В этот раз мы будем слушать их вечером перед сном. И кто захочет утром, может переслушивать. 10-15 минут времени вам потребуется. И проработаем с родом и предками. Исцелим то, что уже отболело, что уже прошло. Сейчас приходит новое время. И нам нести этот груз родовой не надо. И это так приятно, когда мы что-то можем сделать для своего рода. Я вам помогу сделать. То есть я сделаю диагностику и составлю мыслеформу. Вам останется только прослушать ее. И дальше. Сейчас я вам предложу эфирные масла перца розового и сандала. Это два масла, которые помогут вам почувствовать силу рода, ощутить эту силу. И как мы работаем? Если у вас нет этих масел в наличии, покупать их не надо. Мы сработаем с мыслеформой. Если есть, то в равных пропорциях, по капельке, пожалуйста, эти эфирные масла в ладошки и вдыхайте их. Или можете на горячие точки, как духи, нанести. Они помогут именно почувствовать силу рода. А сейчас я произнесу мыслеформу. То есть вначале я прочту вам ту информацию о том, как работают эти эфирные масла. А потом озвучу мыслеформу. Итак, перец розовый. на уровне эмоций повышает внимательность и концентрацию, мотивирует к действию, помогает разрешить прошлые эмоциональные проблемы и двигаться дальше. Устраняет страх публичных выступлений, дает чувство защищенности, устраняет депрессию, чувство страха, утреннюю слабость, плаксивость, приступы истерии и сандал. снимает стресс, бессонницу, успокаивает, расслабляет тело и разум, проясняет мысли, усиливает чувственность, способствует переходу в состояние медитации, препятствует разрушению клеток головного мозга при болезни Альцгеймера. Ну, вот это вот все, что нам поможет ощутить силу рода. И сейчас, пожалуйста, закрывайте глаза с ровной спиной, просто прослушайте мыслеформу и прислушайтесь к своим ощущениям. После этого я эфир закончу, чтобы вы могли побольше побыть вот в этом состоянии после мыслеформы, почувствовать, как она работает. Сила слова и вера делают настоящие чудеса. И всего лишь нужно расслабиться, прислушаться к своему телу, к своим ощущениям. Итак, мыслеформа. Всех благодарю, кто был на эфире, кто будет смотреть в записи. И всех приглашаю на три бесплатные дня. Поработаем вместе, в том числе и с родом человеческим, не только с нашими родами. Мы все едины, мы все друг от друга зависим. И от того, сколько будет в нас любви, и от того, насколько меньше станет в нас негативных программ, настолько больше станет радости, удовольствия, счастья. И вот эти претензии, которые у нас появляются из-за того, что мы что-то недополучили, что-то не... Ну вот, вот от этого недостатка чего-то, от каких-то завышенных ожиданий, от недостатка радости, счастья и удовольствий, всем станет светлее, радостнее и благополучнее. И самое главное в этом, что мы получим огромное облегчение на уровне своей души, потому что хоть что-то мы сделали для своего рода и для своих предков, хоть что-то. Итак, закрывайте глаза, с ровной спиной начинаем. Обращаюсь к Творцу-Создателю, я есмь Татьяна. Прошу гармонизировать мое духовное и материальное. Духовное и материальное всех, кто слушает сейчас данную мыслеформу, в соответствии с единым источником любви, сил, энергии, информации, вибраций, света, цвета, вкуса, запаха и эфира, перца розового, ла, сандала, наивысшим, наилучшим образом для всех поистине Творца. И да будет так, ибо я есмь, кто я есмь, с безусловной верой, надеждой, любовью, благодарностью. Благодарю, благодарю, благодарю. Всем желаю благоденствия, радости, здоровья, счастья и, конечно, мира. Мира в душе, мира на земле, Будьте счастливы. Будьте счастливы.